Вы уже закупили школьную форму? Пока нет, мы в сомнении. Какие у вас сомнения? Ну, будет ли школа вообще, онлайн будет или пойдут? У меня первый класс, внук. Так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Может быть, закроет, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. Очень тяжело заниматься. Лучше, конечно, детям учиться рядом с учителями, наверное. Одни утверждали, что не будет, другие, по-другому. Но я все равно уже сделала покупки, купила все, что надо. Школу за парту или дома на дистанционке – вот в чем вопрос. У дагестанских родителей масса сомнений. Многие не купили школьную форму детям, потому что не уверены, что после 20 сентября она пригодится, а двери школ вновь не закроются. Ведь именно это пророчи словаохотливые эксперты в социальных сетях. В Роспотребнадзоре, уполномоченном ведомстве, выдающем право на работу тем или иным организациям, такой вариант развития событий не исключают. Учитывая, что патогенез новой коронавирусной инфекции в полной мере не изучен, делать какие-либо прогнозы развития эпидемиологической ситуации затруднительно. Вместе с тем осенне-зимний период ежегодно в республике характеризуется сезонным подъемом заболеваемости, респираторными инфекциями и гриппом. Так как новая коронавирусная инфекция также относится к группе респираторных заболеваний, соответственно, сохранятся риски для эпидемиологического роста заболеваемости COVID-19. Школы будут работать, но как именно будут определять на местах? Распорядок дня, пропускной режим и правила рассадки учащихся разрабатываются исходя из возможностей, вместимости помещений и количества обучающихся. К примеру, в республиканском центре образования, самой большой на Северном Кавказе школе, целых пять входов, откуда дети будут заходить на уроки. Всего здесь учатся около полутора тысяч школьников. В нашем учреждении будут функционировать пять выходов. То есть с каждого входа и выхода будут заходить определенные параллели. Первоклассники зайдут вообще через отдельный выход, потому что они пока привыкают, у них адаптация. На каждом входе утром будет проводиться бесконтактная термометрия. Ребята теперь будут учиться в своем классном кабинете. Деление, выходят они из кабинета только на те предметы, которые требуют лабораторной работы, химической реакции. Благодаря просторным кабинетам в РЦО возможно рассадить учеников так, чтобы была соблюдена социальная дистанция полтора метра. Но объективности ради стоит заметить, что такие условия может позволить себе не каждая школа в республике. Махачкалинская СОЖ номер 16 значительно уступает РЦО по масштабам. Вход здесь всего один. Школьники будут учиться в две смены и без социальной дистанции полтора метра. Но это не является обязательным условием Роспотребнадзора. Главное, считает директор, не пропустить заразу в школу. Наша основная цель, чтобы больной ребенок не попал в школу. И второе, что для нас на сегодня особо важно, чтобы, если кто-то переносчик окажется в школе, чтобы он кого-нибудь не заразил, хотя сам не болеет. То есть все вот те средства, которые вы видите здесь на столе, они будут на каждом столе, в каждом учебном помещении. Главное опасение всех родителей – возвращение к дистанционке. Все это как страшный сон для тех, у кого семья, детей несколько, а телефон всего один. Да и многие учителя считают, что это не самый эффективный формат обучения. Впрочем, как сложится новый учебный год, покажет только время. Ну а пока школы демонстрируют свою полную готовность к первому сентября.